Хочешь научиться зарабатывать в интернете, но не знаешь как? Заходи на канал Заработок в интернете. Здесь ты сможешь найти огромное количество видов заработка, как с уважениями, так и без них. Заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами Сова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего сезона с Пиксельмоном, где сегодня мы будем дальше прокачивать, искать и также находить различных покемонов в Майнкрафте. Ребята, я буду рад, если поставьте лайк. 3000 лайков, завтра в 10 часов утра выйдет новая серия, ребята. Ваша поддержка для меня важна, поэтому вы даете мне поддержку. Я даю вам новые серии каждый день, ребята, даже по 2 новых видео каждый день, ребята. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, ребята. Я буду рад, если вы расскажете о этом видео своим друзьям. Допустим, сделайте репост этого видео на вашей странице ВКонтакте, ребята. Я буду очень сильно этому рад, потому что вы будете приглашать новых людей в наш сезон Майнкрафта. И многие люди будут узнавать, что же у нас тут происходит. Да, ребята, и чем мы будем сейчас заниматься? Конечно же, ребята, мы будем искать новых покемонов и, конечно же, прокачивать старых покемонов. Мы в предыдущей серии остановились вот тут, на этой горе, ребята, да. И мы, в принципе, будем тут, наверное, искать Риолу, моего любимого покемона. Если у нас, конечно, получится его найти, потому что чувствую я то, что это будет совсем непросто. И знаете, ребята, пока мы ищем покемонов, я бы еще раз хотел вам сказать большое спасибо, потому что я действительно вас всех люблю, ребята. На предыдущей серии я просил, чтобы мы набрали 3000 лайков, но мы набрали 3000 лайков 500. И, ребята, я не знаю, как вас отблагодарить. Спасибо вам большое. Я уже давно хочу сказать всем спасибо, ребята, за то, что вы со мной остаетесь, за то, что вы меня не предаете. И также за то, что вы продолжаете смотреть мои видео, ребята. Это для меня очень важно. Самое важное это зритель. И я, ребята, каждому зрителю рад. Не важно, кто ты, что ты, любишь ты мое видео, не любишь, ребята. Каждый зритель для меня важен. Поэтому я всех вас, ребята, люблю. Запомните это навсегда, потому что я вас действительно всех люблю. Я уже давно это хотел сказать, потому что, ну, ребята, это так. Это так и знайте то, что ты для меня важен. Каждый вас для меня важен, ребята. Я вас действительно от всей своей душой, всем своим сердцем действительно люблю своих подписчиков. Вы мои единственные друзья, ребята. Поэтому, если бы смог, расцеловал бы вас и также пожал бы вам всем руку. Но не могу, разве что, ребята, виртуально. Каждый, жмите мне руку. Каждый, ребята, каждый, кто сейчас находится. Я реально буду этому рад. Ну, ладно, ребята, знаете что? Куда мы сейчас... Спиров, нет, нет, даже не нападай на меня, даже не думай. Ты пятый уровень, ты мне просто нафиг не сдался. Но знаете, кто мне сдался? Мне сдался Милтанк, потому что с Милтанка может выпасть кожа. А кожечка нам нужна, кожечка наша милая. Как я заметил, на карте как-то дофига много покемонов. Мне это кажется или это действительно так? Что-то у меня как-то очень много покемонов начало спамиться на карте. Раньше такого не было. Как я говорил, проблема этого сезона это была... Ну, ладно, еще не проблема, но все же я замечал то, что спамится мало покемонов. Сейчас я так смотрю, вроде офигеть, как их много сейчас на карте. Я, если честно, не представляю, почему... Первый наш босс в этом сезоне. Самый лучший босс, который существует во всем моде. Это желтый босс. Желтый босс. И хоть бы вы меня убейте, я не пользуюсь Покехилом, но, ребята, это наш первый босс в этом сезоне. И хоть вы меня сейчас убейте, и не знаю, что сделаете, но я его не брошу. Потому что это наш первый, ребята, первый босс в этом сезоне. И я буду... Я буду нафиг использовать этот Покехил, и я попытаюсь его убить. Это самый-самый-самый-самый большой босс. То есть, ребята, круче желтого босса просто не существует. Просто не существует, ребята. Ох, черт, мне кажется, мы его не сможем убить. Это первый босс, я не хочу его упускать, ребята. Я просто не хочу его упускать. Но у меня есть такое ощущение, что я его просто не смогу убить. Потому что он нас так убивает. Да, я никогда в этом сезоне еще не использовал Покехил, как вы знаете, ребята. То есть, я в этом сезоне пытаюсь его не использовать. Но, пожалуйста. Пожалуйста. Мы его почти убили. Мы его почти убили. Ребята, держим кулаки. Я вас всех прошу, держим кулаки. Это наш первый босс в этом сезоне. И хоть это не знаю, какое событие, то, что что-то может измениться. Но все же, ребята, это событие в том смысле, что это восьмая вроде серия. То, что первый босс, я его не буду пропускать. Пожалуйста. Ну промахнись ты по нам хотя бы раз. Он просто сейчас задеспавнится. И мы его не сможем вообще ничего с ним сделать. Я тебя очень прошу. Ребята. Помогите мне на помощь. На помощь, ребята, с этим Айвизором. Давайте мы все дружно соберемся и просто заклюем его нафиг нашими покемонами. Пожалуйста. Последняя атака. Да почему ты не даешь мне себя убить своей последней атакой? Если бы у меня какие-то хилки были, я бы их использовал. Но у меня нету никаких хилок. У меня просто нету никаких хилок. Пожалуйста. Последняя атака. Да. Ребята. Я вас всех поздравляю. Наш первый квикбол. Наш первые нереальные крутые темки. Наша. Голден. Аур. Глаз. Это отличная вещичка для того, чтобы разводить покемонов. Ребята. Я вас всех поздравляю. Потому что это первый босс. И как ни странно, это самый лучший босс, который существует только в этом моде. Лучше желтого босса просто не существует, ребята. Просто не существует. Офигеть, как круто то, что мы его смогли найти. Я просто очень рад. Но что нам сейчас выкинуть? У нас есть куча всего. А половину вот это можно выкинуть. Да. Допустим. Это можно выкинуть. Чтобы нам еще выкинуть. Ребята. Думайте, думайте, гадайте. Курочку тоже можно выкинуть. Да. Что? Сколько у нас еще тут? Еще два предмета. Давайте четыре морковки вот эти выкинем. И давайте выкинем вот это сырое мясо. Пускай будет. Кучу еды мы выкинули. Но все же, ребята. Пускай так и будет. Выкинули? Да, выкинули. Без разницы. Зато мы убили, ребята, нашего первого босса в этом сезоне. И я очень этому рад, потому что первый босс это реально какое-то грандиозное событие, которое просто-напросто нельзя забыть. И знаете что? Я тут оставлю... Я тут оставлю... Так, дайте, знаете что? Вот сюда. Шахта. Шахта. Я тут оставлю вейпоинт, потому что тут у нас крутая шахта, ребята. Как видите, тут реально большая шахта. И чтобы добыл вам счастье парить мозги, знаете, когда же я пойду в шахту? Я пойду в шахту, ребята, на стриме. Потому что я не хочу вам сейчас парить мозги, мол, давайте пойдем в шахту и целую шахту мы будем... Целую шахту мы будем на серии. Нет, наоборот. И целую серию мы будем в шахте. Я не хочу вам парить мозги, ребята. Поэтому просто я пойду потом, когда будет свободное время. Оооо! Я офигеть как обрадовался, когда увидел вот этого. Дайте я еще раз вылечусь в последний раз, ребята. Вы меня должны прекрасно понимать, что я не мог просто пойти домой и вылечиться. Потому что если бы я телепортнулся домой и вернулся, то этот босс бы уже 100% бы пропал. Поэтому, ребята, мне нужно было его добить. И как видите, это не так-то просто. Это совсем не просто. И мы его убили где-то с 10 попытки. Но все же, ребята, мы это сделали. Босяндра! Босяндра! Офигеть, ребята. Круто. А я надеюсь, что мы еще встретим ни одного босса в этом сезоне. Мне очень хочется на это надеяться. Через арт у нас уже 40 уровень. Чем больше мы его будем прокачивать, тем лучше. Потому что чем больше он уровень, тем, конечно же, мы намного проще сможем убивать вот таких сейчас зараз, как был вот этот Айвизар. А как вы видели, ну, да, его было немного сложновато убить. И я, в принципе, полностью с этим согласен. Но знаете, ребята, что я тут забыл? Тут я забыл Иви. Потому что в этом лесу спавнится Иви. И я прям буду нереально счастлив, если мы ее сможем встретить в этой серии. Я не скажу то, что мы ее словим, потому что у нас сейчас только два покебола. И это очень жаль. 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 Потому что с двумя покеболами мы вряд ли сможем словить вот такую заразу, как Иви. А кто смотрел предыдущие сезоны, знают то, что Иви очень такая вредная. Ее очень тяжело словить. Ну, зависит от характера. Но все же, ребята, сколько раз пытался ее словить, она всегда была заразой. И всегда, не с первого раза нам... Сейчас прозвучит немного глупо, но не с первого раза она нам всегда давалась. Да, кто-то, может, не о том подумал. Но все же, ребята, это чистая правда. Мне незачем вам врать. И поэтому, ребята, даже если мы ее встретим... Встретим. Встретим, то шанс, что мы ее словим, очень маленький. Очень маленький. Очень маленький. Но все же, я бы хотел ее даже просто так встретить, чтобы полюбоваться на нее. Может, ей даже в этом сезоне изменили текстурку, ребята. Я не знаю, может даже вот это быть. Но, да. Что-то я никого тут не вижу. Парасект, 46 уровень. Нифига себе, Жучара. Мы тебя смогли убить с одного удара. Замечательно. Жучара, мы тебя смогли убить с одного удара. Йоу. Так. Я слышал Иви. Я слышал Иви. Только где она была в этом тьмущем лесу? Если бы я еще тут нафиг что-то видел, было бы вообще круто. Нет, это не Иви. И... А там Иви? Это похоже на какую-то хоррор карту, а не на... Это похоже на какую-то хоррор карту с этим... С этими шейдерами. Какая-то реально хоррор карта, а не... Не покемоны, не поиски Иви, пропавшей в этом лесу. Иви, покажись там. Я хочу уже уйти с этого леса. Парасек. Так, мне кажется... Я слышал ее. Вот честно, я ее слышал. Я слышал. Но, ребята, лайк, кто тоже слышал, потому что я что-то слышал, вон, Иви, Иви в этом роде. Но она куда-то испарилась. Хрень его знает. Ребята, мы упустили Иви. Знаете что? Знаете, что мы сейчас делаем, ребята? Знаете, что мы сейчас делаем? Мы пойдем домой и поспим в первую очередь, потому что очень-очень темно на улице. Ни черта не видно. Мы поспим. Конечно же, конечно же. Это в первую очередь, ребята. И во вторую давайте, знаете что? У нас есть черные. Черные, конечно же, есть. Расизм какой-то. Но все же, черные есть, поэтому сейчас мы посадим, ребята, вот тут черные. Не совсем туда. Ну да ладно, пускай уже будет вот там. Вот так, да? За... Ух ты, персиан, пиперсиан. Пиперсиан! Иди-ка ты сюда. Ты как раз такой... Першин. Ты как раз такой большой уровень. Мы тебя с удовольствием убьем. С удовольствием. И кто у нас еще тут есть? У нас, кстати, хватит на рюкзачок. Шмубзачок. Сивайпер. Иди-ка ты сюда. Ты, в принципе, тоже, по идее, должен быть большим уровнем. Да. 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 Одиннадцатый уровень. Это очень большой уровень. Да. Да. Ребята, знаете что? Знаете, что нам нужно скрафтить будет? Нам нужно будет скрафтить машину. Как это называется? Вот. А знаете, для чего это нужно? Нам нужно скрафтить будет специальный верстак для того, чтобы создавать вот такие блоки. Вот такие блоки. Только я не помню, как там еще одна часть крафтится. Что-то там было, но я не помню, как она крафтится, ребята. Что-то там да было. Что-то, что-то, что-то было, но не помню, как. Может, это посередине и вот так? Нет. Не помню. Нужно будет, ребята, это все скрафтить. Так, ребята, я немного загуглил, и я понял, как это все делается. Я делал это немного не так. Поэтому я сейчас быстренько пойду домой. Вот сюда. Выложу все ненужные ресурсы. А именно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Да, и вот это, а, да, уже места вообще нету. Ребята, нужно действительно делать дом. Что-то я с домом как-то очень сильно затягиваю, ребята. Вы согласны? Нужно уже доделать наш огроменный дом, который я планирую сделать. И... И тогда у нас будет крепость, дафиг. Крепость будет, потому что это у нас, ребята, королевство покемонов. Кто не забыл, хэштег я за королевство, ребята. Да. Поэтому сейчас давайте мы будем... Ну, нужно какой-то новый хэштег придумать. Вот знаете что? Ребята, вот вам задача на вот эту серию. Придумать какой-то хэштег нашему сезону Пиксельмон. Допустим, я не знаю, там, хэштег Эдисон Тренер Покемонов. Или хэштег Покемоны Крутые. Или там, хэштег Сезон Покемонов. Или что-то в этом роде, ребята. Задача вам вот придумать такой хэштег. Какой-то крутой. Если кто-то сможет, я прямо ему буду благодарен. И вот сейчас что нам нужно? Сейчас нам нужно сделать нажимную плиту. Вот я немного загуглил, поэтому, ребята, я уже немного знаю, что нам нужно сделать. Сейчас нам нужно поставить один-два. Нажимную плиту сюда. Две палочки. Потом это сюда. И вот это сюда. И у нас получается вот этот стол. С-тол. Вот. И, в принципе, нам бы еще нужно сделать инструменты. Только я, если честно, только толком не помню, как они делаются. А нет, все помню. И у меня же гугл открыт. Я сейчас, ребята, все смотрю, что у нас как крафтится. Вот так. Это у нас чизл. И чизл-пизл. И сейчас, ребята, нам нужно еще скрафтить. Как он там делается? Вот так. Молоточек. И вы спросите, зачем нам вот это? Зачем? Что это такое? Что это за хрень? Зачем это вообще нам пригодится? Что мы будем с этим делать? Может яичницу на этом жарить? Нет, ребята. Вы сейчас увидите, что мы будем с этим делать. Давайте возьмем немного гранита. Вот так. Очищенного гранита. Посмотрим вот сюда. Изяще от горли. 1, 2. 1, 2. Замечательно. Сейчас вернемся туда, куда нам нужно. В дом. Пойдем в наш новый дом. И давайте я вам покажу, что мы сможем делать с помощью вот этого замечательного мода. Давайте я вам, ребята, быстренько покажу. Мы ставим вот сюда гранит. Переходим сюда. И делаем... И делаем... Дайте-ка я... Вот делаем вот это. Да. Две штучки. Вот так. И... И две штучки. Вот эти. Да. Вот так. И сейчас, ребята, вы меня спросите, что Эдисон натворил? Что Эдисон сделал? Какой вообще хренью он занимается? Я, кстати, не то сделал, а вот это нужно было сделать. Поэтому, ребята, делаем вот это. Да. И все готово. И вы меня, в принципе, ребята, сейчас спросите. Что это за х? А я вам отвечу, что это за х. Мы возвращаемся в нашу шахту. Берем вот это. И ставим вот сюда. Вот сюда. Потом берем молоточек. Кликаем правой кнопкой. Меняем. И смотрим, как это выглядит. Отходим немного дальше. И смотрим, как это выглядит. Вот для чего нафиг нужен вот этот мод. Вот. И вы... Ну, ребята, разве вы не согласитесь, что это выглядит нереально? Потому что это даже не смахивает на Майнкрафт нафиг. Это даже не Майнкрафт. Как видите, это что-то необычное. И нам бы еще вот это поставить. Только... Только я не знаю, можем ли мы менять положение вот этого. Как-то в другую сторону. Ну, не, вот этого мы не можем менять. Вот этого мы не можем, так что нужно вот это сломать. Но, как видите, ребята, это нереально круто выглядит. То есть, сделать вот такую фигню в обычном Майнкрафте у вас никогда в жизни, конечно, не получится. Но... Зато сделать вот это в Майнкрафте с этим модом у вас, конечно же, получится. Потому что это выглядит просто потрясающе. Вот, допустим, вы можете поставить, я не знаю, вот сюда, ради эксперимента. И смотрите, как это выглядит, ребята. Это выглядит просто офигеть. Потом тут поставить какую-то дверь, и это будет выглядеть на все 100 суперских процентов. Поэтому, ребята, сейчас мы будем заниматься вот этим. Это нереально круто, ребята. Нереально. И, в принципе, знаете что, ребята? Наверное, в этой серии мы уже будем заканчивать. Сейчас мы это все будем заканчивать. Я вам показал то, что я хотел сделать. Потому что сейчас мы будем заниматься, наверное, вот этим. И как, ребята, вам нравится, чтобы у нас было на входе? Чтобы у нас вот так выгинался вот этот блок? То есть, внутрь, чтобы он загинался? Или как с этой стороны, чтобы он выгинался Как вам лучше смотрится То есть, как вам намного красивее кажется Чтобы загинался Или чтобы выгинался Я специально вот такие два примера сделал, да Чтобы вы смотрели и просто оценили, как вот это вообще смотрится Да, ребята Ну, в принципе, как я уже сказал, мы будем заканчивать Ребята, в первую очередь ставьте лайки 3000 лайков, завтра в 10 часов утра выйдет новая серия Pixelmon И так каждый день, запомните, ребята Pixelmon может выходить каждый день Зависит только от вас, набираем ли мы лайки или нет Также, ребята, я буду рад, если вы подпишетесь на мой канал Каждый подписчик для меня большой друг Как я уже признался в начале серии, ребята Вы для меня очень важны, я всех просто люблю Вы мои единственные друзья Я буду рад, если вы будете приходить на мой канал каждый день Потому что видео выходит каждый день Я всегда вас жду Также, если вам не трудно, сделайте репост этой записи У себя вконтакте, в социальных сетях Предложите посмотреть видео другу Приглашайте своих друзей, ребята Поделитесь просто этим видео Чтобы больше людей узнало, какой у нас замечательный сезон Про покемонов Да, ребята, и у вас будет даже возможность попасть в какой-то Точнее, чтобы ваше имя попало в этот сезон Я, наверное, что-то потом придумаю Какую-то аллею подписчиков Или что-то в этом роде Я пока что не знаю, не нужно меня уже доставать вопросами Я пока что не знаю, когда это будет И как это все будет реализировано, ребята Да, мы прощаемся с нашим Черезардом Я его куда-то не знаю, куда кинул Но все же, ребята, мы с ним прощаемся Если хотите завтра новую серию, вы знаете, что делать Не будем останавливаться на пометке 3000 лайков Потому что чем их больше, тем лучше, ребята И все, что я хотел сказать вам Ребятушки, большое вам спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Жду вас на следующем видео До свидания Субтитры сделал DimaTorzok